здравствуйте друзья вы на канале дом и сад меня зовут александра за окном середина августа и пора думать о посадке клубники чтобы уже следующей весной получить хороший урожай этой вкусной ягоды но чтобы молодые саженцы клубники хорошо прижились уже сейчас и набрали жизненную силу для будущего плодоношения подготовка почвы для посадки клубники очень важна я практически каждый год высаживаю молодые саженцы клубники делаю это в зависимости от погоды и состояния молодых саженцев или во второй половине июля или в начале августа но вот в этом году лето серьезно задержалась поэтому все необходимые процедуры сбор урожая огородных культур предшествующих посадки клубники подготовка грядки под клубнику и конечно же посадка клубники тоже существенно сдвинулись очевидно посадка клубники у многих огородников в этом году будет все-таки ближе к осени в этом видео я расскажу как подготовить почву под клубнику осенью чем обработать почву перед посадкой клубники и чем удобрить для будущего хорошего урожая я обычно готовлю грунт под посадку этой замечательной ягоды после уборки подзимних посевов озимого чеснока и лука севка вот посмотрите на этой части грядки еще весной и летом росли чеснок и лук во второй декаде июля я их собрала а затем были убраны все оставшиеся сорняки и грядка была вспахана обработана от вредителей и болезней которые могли остаться в грунте после этих культур и удобрена чем же надо обработать землю перед посадкой клубники осенью как известно самые страшные вредители для клубники это паутинный клещ личинки майского жука и жука проволочника чтобы избавиться от этих вредителей первым делом надо обработать почву аммиачной водой жидким аммиаком на 4 у аж из расчета два с половиной килограмма в действующем веществе этим действующим веществом будет азот на одну сотку земли в готовой аммиачной воде марки b содержится примерно 21 процент азота давайте посчитаем один килограмм заводской аммиачной воды содержит 200 грамм азота для получения двух с половиной килограмм азота как действующего вещества на обработку и подкормку одной сотки почвы от посадку клубники нужно примерно 12-13 литров аммиачной воды аммиачная вода выполняет роль инсектицида она убивает личинки хруща проволочника паутинного клеща и взрослых особей вредителей спрятавшихся в пластах почвы также аммиачная вода это отличное минеральное удобрение богаты азотом она прекрасно подходит для наращивания зеленой массы молодых кустов клубники аммиачная вода вносится под вспашку либо во время предпосадочной обработки грунта если аммиачной воды под рукой не оказалось можно воспользоваться карбамидом практически ее сухим минеральным заменителем карбамид мочевина содержит 46 процентов действующего вещества азота для обработки почвы от вредителей вносят карбамид из расчета 5 килограмм удобрения на одну сотку процессе разложения карбамида выделяется все тот же аммиак который одновременно служит и удобрением для растения и фунгицидом и инсектицидом для насекомых вредителей и их личинок азотное удобрение для обработки почвы перед посадкой клубники надо вносить в прохладную погоду при невысокой температуре воздуха чтобы аммиак выделялся медленно и не очень активно так удобрение будет более действенным и лучше усвоиться молодыми саженцами клубники кроме азота клубники для хорошего роста и плодоношения нужны и фосфор и калий поставщиком фосфора служит суперфосфат его необходимо примерно 3 килограмма на одну сотку минеральные удобрения которые содержат калий необходимы для клубники это сульфат калия или хлористый калий достаточно полтора килограмма любого из этих удобрений на одну сотку почвы во время обработки грунта и внесения минеральных удобрений нельзя выворачивать подзов и сажать клубнику сразу же после вспашки перекопки или культивации земля должна осесть затем участок выравнивают и можно сажать клубнику некоторые огородники используют под посадку клубники грядку которая была отведена сначала под черный пар и буквально отдыхала целый год на такой грядке лучшее удобрение для клубники навоз его вносит за три месяца до посадки клубники норма внесения навоза 800 тысяча килограмм на одну сотку почвы под паром кроме навоза для такой почвы также необходимо внесение суперфосфата и хлористого калия как вариант для обогащения почвы под посадку земляники грядку заранее отведенную для этой ягоды можно засеять предшественниками сидератами например фацелии по мере роста сидерата в период их вегетации до того как они начнут пересыхать надо успеть их заделать в почву добавив при обработке минеральное удобрение все ту же аммиачную воду или карбамид суперфосфат и калий хлористый количество которые были приведены в начале этого видео теперь буквально несколько слов о том какие же почвы подходят для посадки и выращивания клубники это ягода любит мягкие почвы су пески но не бедные песчаные и не тяжелые суглинки корневая система клубники залегает не глубоко около 20 сантиметров от поверхности грунта поэтому колебания влаги резко сказываются и на росте и на урожайности растений выбирая место под посадку клубники отдавайте предпочтение солнечным защищенным от ветра участком при необходимости можно заранее посадить кулисные культуры кукурузу подсолнечник по краям будущей плантации чтобы защитить молодые саженцы клубники от ветра я например использую как защитную кулису посадки садовой малины она прекрасно выполняет эту функцию думаю теперь вы знаете как осуществляется подготовка грунта для посадки клубники в том числе и осенью а также о том чем обработать и чем удобрить землю перед посадкой этой ягоды хорошего урожая спасибо за просмотр и и Продолжение следует...